итак дорогие друзья всем доброе утро как меня слышно как меня видно давайте напишите мне значит как меня слышно как меня видно напишите мне не вижу ваши комментарии не вижу комментарии так что же вот максим перенчук шалом все отлично вижу комментарии 10 10 все значит отличненько всем Доброе утро! Внизу, я надеюсь, вам видно, вам видно телеграм-канал Ваикра. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал, чтобы мы могли вам высылать уроки. Если вы их пропустили, то вы будете видеть уроки на этом телеграм-канале, уроки, сообщения интересные и так далее. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал. А мы продолжаем изучать, продолжаем изучать, значит, Яков Шатанин. Очень просили, чтобы заслуга от этого урока помогла Моше Бен Хайм найти шедух. Чтобы заслуга от изучения Торы помогла Моше Бен Хайм найти шедух. Я даже думаю, чтобы, так как мы изучаем мудрость Теря Соломона, у него было 700 жен и 300 наложниц, то это точно Моше Бен Хайму должно помочь, чтобы он нашел себе шедух. И правильно, найти шедух это полдела. Надо правильно найти, и надо правильно построить отношения, и надо еще семейную жизнь. Как бы, это работа такая, это очень серьезная работа, потому что найти это только начало процесса. В общем, чтобы этот урок пошел Моше Бен Хайму, чтобы он пошел ему, пошел ему, чтобы в пользу, чтобы нашел шедух и построил хорошую семью. Хорошо. Мы сейчас находимся в 12-м отрывке 22-й главы. 12-й отрывок 22-й главы. Я нахожусь возле старого города в Иерусалиме. И, значит, сейчас, сейчас мы изучим, что нам сказал царь Соломон в 12-м отрывке. Он нам сказал следующую вещь. Следующую вещь он нам сказал. Он говорит, глаза Бога, глаза Бога. Сейчас мы разберемся, что за глаза Бога. Глаза Бога нацру даат. Они охраняют дат, это познание. Ваисалев, Деврей Богет. И они убирают, Ваисалев убирают, искривляют, убирают, значит, слова Богет это изменника, изменника, предателя, изменяющего. Значит, смотрите, как это работает. Ну, понятное дело, что у Бога глаз нет. Нет, это основа веры, что Бог создатель, творец мира. Понятное дело, что глаз у него нет и быть не может. К нему не будет никакого изображения. Это одна из заповедей, которые были на скрижалях. Чтобы не было у тебя никакого изображения, то есть никакого идолопоклонства, никаких изображений. Бог творец мира. Какие у него глаза? Но человек же сотворен по образу и подобию Бога. Это мы тоже знаем. Это Бог сказал, что по образу и подобию Бога сотворен человек. А у человека есть глаза. И много раз в истории используется вот это выражение «глаза Бога». Или, например, что человек должен знать. В начале Пертья вот мы учили, что для того, чтобы не грешить, человек должен знать, что «Айн Руа» – глаз видит, «Озен Шумаат» – ухо слышит. И все дела записываются в книгу. Но тоже непонятно, что значит «все дела записываются в книгу». Какую книгу? Вот сейчас мы говорим, сейчас будет «Роша Шана», будет книга, книга живых, книга мертвых, что друг другу все желают хорошей записи и хорошей печати. Надо понимать, что Тора говорит с нами языком человеческим. То есть она, Тора, так как обращается к людям, то и использует выражения, которые людям понятны. Но эти выражения, они показывают понятия, которые как бы отличаются от этих выражений. Давайте приведем пример. Давайте приведем пример. Например, если человек хочет описать какой-то элемент таблицы Менделеева, который вообще его нельзя по мере там и измерить. Но человек же его пытается описать. Менделеев придумал какие-то названия, какие-то придумал этим элементам названия, номерочки какие-то. Как-то пытается их описать. Или, например, человек описывает кварк. Он говорит, кварк это такое. То есть мы все время пытаемся словами и привычными понятиями описать то даже, что мы не понимаем. Понятно, да? Поэтому, когда здесь написано в 12-м отрывке, глаза Бога охраняют познание, это не значит, что у Бога есть глаза. А что это значит? Как человек воспринимает окружающий мир? Каким образом человек воспринимает окружающий мир? Он как бы смотрит куда-то. Вот сейчас вы смотрите на меня, я смотрю на телефон. И идут лучевые сигналы, идут световые сигналы. Эти световые сигналы, они попадают в глаз. В глазу. Там есть палочки-колбочки какие-то. Вот Роман Гольдман, он врач, он может объяснить, что за палочки, что за колбочки. Но это не палочки-колбочки, это какие-то там мини-частички в глазу. Представьте, световые волны бьют по этим вот частичкам, палочкам-колбочкам. Это просто вдумайтесь. В глазу есть какие-то там микрочастички, палочки-колбочки их называют. А я их не знаю, как они, почему они так называются. И эти микрочастички, они там внутри как-то очень мелко шевелятся. И они создают электрохимический импульс. И этот электрохимический импульс, он идет по нерву. То есть уже по нерву свет не идет. Внутри головы темно. Внутри головы нету света, нету солнца. Внутри головы мозг. Он закрыт. Закрыт он, видите, коробкой такой, костяной коробкой. И внутри этого мозга нету картинок вообще. Нет картинок. Идет сигнал по нерву в мозг. В мозге идет какой-то электрический такой сигнал с какой-то чистотой непонятный. Электрохимический импульс. А там внутри такая слизкая масса. И в этой слизкой массе возникает весь мир. Это нереально. Если в это вдуматься, это нереальная фантастика. Теперь говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, он говорит так. Глаза Бога, то есть Бог, он как будто бы смотрит на этот мир. И точно так же, как каждый человек создает мир, в котором он живет, у себя в голове, в мозге. Точно так же Бог создает все мироздание с помощью примерно такого же механизма. Что значит примерно такого же механизма? Как непонятно человеку, как он видит мир, как он его понимает, как картинка не распадается. Как можно сидеть здесь и одновременно в это видеть мир, и одновременно понимать, что внутри как-то вот эти вот картинки. Вдумайтесь, когда человек думает о будущем, он же не видел никогда будущего. А значит, что значит его думы о будущем, его мечты, его думы о будущем? Это значит, он берет куски воспоминаний из прошлого, их соединяет в новую комбинацию для того, чтобы представить, что есть будущее. То есть человек конструирует любая мысль о будущем. Это конструкция из кусков прошлого, какой-то картиночки, которую ты думаешь, что она будет. Вдумайтесь, насколько это сложно. Говорит нам царь Соломон, он говорит так, что Бог, Бог, творец мироздания. Его вот эта же конструкция, как глаза человека, они конструируют все, в чем он живет. Так же глаза Бога, они сохраняют познание. Что значит они сохраняют познание? Вот это общая картина мира, общая картина мира, которая есть у человека в голове, которая называется дат, где он собирает все эти куски информации, где у него склеивается прошлый весь опыт, его десятков лет жизни. И он не путается там в голове. Человек может вспомнить, так, вот мне 5 лет, вот мне 6 лет, вот мне 8 лет, вот мне 10 лет, вот мне 15 лет, вот 20. И у него там внутри, в этих полтора килограмма нейрона, вот этой слизкой жидкости такой, да, у него ничего не путается, все по полочкам. Это называется дат. Мы это не ценим, пока мест у человека не нарушается этот дат. Если у человека хоть чуть-чуть нарушается внутри работа мозга, то у него вся картина мира, она рассыпается. Она просто рассыпается. Есть параноиды, есть невротики, есть какие-то там мания величия, есть шизофрения, раздвоение личности, расстроение личности. Есть просто человек в треводе боится, есть просто стресс. Что такое стресс? Сидит человек, у него все хорошо. Еда есть, вода есть, тело есть, а он в стрессе. Почему он в стрессе? Потому что у него картина мира не складывается. Только что я встретил одну женщину, и она говорит, я не могу, у меня все в голове перемешалось. Из-за этого закрывают Израиль, и она не может сложить картинку, как она будет жить дальше. Потому что ее планы, как она себе строила, вот она построила себе пирамидку, ага, будет так, так, так и так. Она у себя в дате, в познании своего мира, в своем мире в голове, она сложила некую картинку. А сейчас, из-за внешнего обстоятельства, эта картинка у нее рассыпалась. И она в такой панике, она говорит, я не могу сложить новую картинку, у меня не складывается, я не знаю, что делать дальше. Это называется нарушение в дате, нарушение в познании. Теперь мы должны знать и ценить, говорит царь Самон, что глаза Бога, они сохраняют, да, то, что ты утром проснулся, и ты можешь собрать свою, вот эту вот картину мира в одно целое. Это потому, что глаза Бога сохраняют, то есть это значит, что мир работает. Мир работает, понятно, да? Теперь дальше. И убирают, искривляют слова изменника, изменяющего. Теперь, вот есть человек, он должен себе придумать, он должен себе придумать или поверить в какую-то модель мира, в которой работают правила. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, к чему стремиться, как работает мир, какие правила, какое мое место в мире. Кто такой человек, зачем он живет, для чего он живет, какая цель и так далее. Это как бы глобальная такая структура, в которой живет человек. И она складывается, откуда она складывается, понятное дело извне. То есть рождается ребенок, родился бы я, например, где-нибудь в Китае тысячу лет назад, я был бы совершенно другого мировоззрения. Родился бы я сто лет назад, был бы другого мировоззрения. Родился бы я там, я не знаю, в Америте, был бы другого мировоззрения. То есть каждый человек, в каком бы месте он ни родился, на него накладывают, накладывают, как бы отпечаток мировоззрения того места, где он родился. Теперь Бог сказал первому еврею Аврааму, он ему сказал сразу так, прям в Торе написано. Он говорит ему, уйди к себе, так он ему сказал, дословно переводится, уйди в себя, можно даже так сказать, Мерцеха, из страны своей. Ты живешь, он ему сказал, где? В Вавилоне, какая-то непонятная страна. Люди меняются власти, меняются мировоззрения, историю переписывают, каждый царь переписывает историю по-своему. Не верь, говорит Бог Аврааму. Лех, леха, Мерцеха, уйди из земли своей. Это просто, понятное дело, мы сами пережили уже 2-3 переписывания истории, и мы понимаем, что, ну это понятно, обман. Вся эта история, это обман. Лех, леха, Мерцеха, Мимолатеха, из города, в котором ты родился, Бог сказал Аврааму. Почему именно в таком порядке? Вначале же выходят из дома, потом из города, потом из страны. А Бог ему сказал наоборот. Уйди себе, уйди к себе, вовнутрь себя, из страны, потому что легко отказаться от мировоззрения страны. Мимолатеха, из города твоего. Я, например, из города Харьков, и вот из меня Харьков прет, вот я просто не могу. Я вчера провел урок, провел я урок, да, помните, у нас вчера был урок про то, как важно, с Фатаем должны быть уста приятные, должна быть сердце чистое, должно быть мышление любящее. То есть все как бы, вот мы выучили только Мишли, вот все, вот так надо думать, так надо разговаривать. И потом я говорю, и тут у меня всплывает 300, скажи 300. Помните, есть такая поговорка, это ужас какой-то. И я думаю, я наблюдаю за собой, думаю, ну вот откуда, зачем мне этот Харьков, зачем мне это скажи 300, зачем мне эти все знания, которые всплывают из меня, которые были заложены в меня в моем городе, в моем детстве. Значит, Бог сказал Аврааму, уйди к себе, лех леха, иди к себе, ми арцеха, из страны твоей, ми молатеха, из города твоего, и ми бейтавиха, из дома отца твоего, куда? Эля арецашер эреха, в землю, которую я тебе покажу. И, значит, дальше он ему сказал, они, я, говорит, размножу тебя, я, говорит, тебя благословлю, и будет у тебя браха, будет у тебя благословение. То есть, что здесь интересного, понятно, да, Шалом из Харькова, что здесь интересного? Что, если человек выходит из всех этих лживых мировоззрений и приходит к себе настоящему, то есть, внутрь себя, к своей душе, соединяется с Богом и потом начинает выстраивать, выстраивать себя по божественному плану, то он с Богом становится как одно целое. Понятное дело, что у него в жизни будет все. Все, что нужно человеку в этом мире, то, что Бог сотворил мир и человека в него направил, что человеку нужно в этом мире, кроме соединения с Богом. Нужно кушать, нужно размножаться, нужно, чтобы было все хорошо на душе. Все это есть в Торе, все это приготовлено для тех, которые живут по тому, как Бог сказал. Теперь смотрите, интересно. Но большинство людей живет же не так. И здесь нам в 12-м отрывке возвращаемся. Царь Самон сказал. Слова глаза Бога. Энея шем нацруда. Глаза Бога, они сохраняют познание. То есть, если ты выстраиваешь свою картину мира по божественному плану, Бог сохраняет эту картину мира. Вэй и салэбди врей богет. И будут снесены, будут изменены слова изменников. Все лживые идеологии, которые были на протяжении истории человечества, они исчезают. Лживые идеологии исчезают вообще. Все. Коммунизмы, социализмы, маоизмы, какие-то там еще всякие. Их было миллионы за историю человечества. Все лживые идеологии исчезают. Остается только чистая вера в Бога. 13-й отрывок. Теперь царь Соломон нам говорит. Ребята, чуть-чуть, чуть-чуть давайте спустимся на землю. Мы живем на земле. Мы живем на земле. Давайте спустимся на землю. И посмотрим на себя объективно. 13-й отрывок. Амар Ацель сказал ленивый. То есть, ленивый это, я вам скажу так, что, наверное, 99,9% людей из 100, они ленивые. Потому что лень, есть такое качество у человека, называется это мозг млекопитающего или внутреннее животное. Или на языке Торы нефэш бээмид. Бээма, животное. Оно бегемот. Да, вот слово бегемот, оно пошло от еврейского слова бэээма, животное. Вот бегемот, он лежит, если он поел, то ему не надо никуда плыть, у него нет никаких планов на будущее. Он поел, поспал и отдыхает, лежит в своей воде, вот так в ноздри высунет и дремлет. Когда кушать захочется, понятное дело, что бегемот, он зашевелится. Но пока кушать не хочется, бегемот не шевелится. Вот такой бегемот бээма, нефэш бээмид, животное душа, живет внутри каждого человека. Теперь объясняет нам царь Соломон, как это в жизни работает. Амар Ацель сказал ленивый. Ари Бахуц, лев снаружи, лев снаружи, быток рыховод эрацеах. И среди улиц убийца получается, что ленивый человек, он придумывает себе картину мира, чтобы объяснить свою лень. То есть он себе говорит так, ну я же лежу отдыхаю, почему? Потому что и он себе может придумать в своем мире льва на улице, убийцу, который ходит по улицам. Он может придумать себе все, что угодно, но по факту там нет ни убийцы, там нет по факту вообще ничего страшного. Но человек параноик, он выдумает себе паранойю. Человек ленивый, он выдумает себе сто причин, по которым не надо вставать. Но все это иллюзия. А как узнать, что не иллюзия? Слова Бога. Слова Бога Тора, которые нам говорят, что что? Мишна в Перте, вот вторая глава, начинается с того, что Яфе Талмуд Тора им Дерехерец. Прекрасно совмещать изучение Торы с Дерехерец, с работой. Шейдият Шнеем, когда ты трудишься над двумя этими вещами, Тора это знание и работа именно надо идея Шнеем. То есть ты должен трудиться. Мишака хатавон. Это забывает грех. То есть тогда у тебя нет времени думать про грех. Ум человека постоянно работает. Если ты изучаешь Тору, если ты изучаешь какие-то Тора, профессии и так далее, У тебя ум занят. Если ты работаешь, потом это применяешь, у тебя ум занят. Как только ты лег в кровати и отдыхаешь, у тебя ум начинает искать, чем заняться. Какие-то легкие, легкие какие-то штуки. Бах. Все. Следующая станция – грех. Следующая станция – грех. Хорошо, друзья. Все. Мы на этом заканчиваем сегодняшний урок. Давайте еще раз подведем итог. Что если у нас есть устойчивая картина мира, слава богу, это значит, что надо радоваться, быть счастливыми, потому что все это чудом. Просто чудом держится эта картина мира. И человек вообще чудом нормальный. Хотя, как говорят психологи, нормальных нет. Есть недообследованные. То есть если залезть в мыслительный процесс любого человека, вы найдете там столько стилетов в шкафу, столько каких-то непонятных идей, которым сам человек, он их не контролирует. Голова вообще, ход мысли, он вообще неконтролируемый. Теперь это первое, что мы узнали. Дальше. Есть богет – это тот, кто искривляет реальность. И дальше приведен пример, что ленивый человек, он постоянно искривляет реальность для того, чтобы оправдать свою лень. И есть у нас, слава богу, правильный путь. Это мудрость Торы, мудрость царя Соломона, мудрейшего из людей, где он нам объясняет правильные основы. Но на базе этих основ нужно теперь строить свою жизнь. Работать, трудиться, учиться, рожать детей, жениться. Работать. Человек создан для труда. Все, давайте трудиться. Всем хорошего дня. И удачи, успехов. Все. Пока, удачи. И чтобы Моша Бенхайм женился. И чтобы он понимал, что жениться – это труд. То есть ты хочешь жениться, но следующая станция – это труд, чтобы была хорошая семья. Я больше желаю даже, если Моша Бенхайм поймет, что для него главное в процессе женитьбы – это сделать счастливой женщину, которая будет страдать, можно сказать, если он ее не сделает счастливой. То ему легче будет найти себе правильный шедух, потому что он женится не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы давать удовольствие другому человеку, счастье и создать детей, выполнить свой долг на земле. Все. Удачи, успехов. Пока. Удачи.